Купить квартиру в Самаре тем летом не проблема. Предложение на любой вкус. От однокомнатных квартир в центре и на окраине до коттеджей и таунхаусов. Однако не все горожане могут себе позволить улучшить жилищные условия. Не помогает даже ипотека. Если брать обычную нормальную квартиру, среднестатистическую, хотя бы даже в этом районе, то это слишком дорого. Даже во вторичках еще очень долго копить на первый взнос. Но это зависит от стоимости жилья. И вот этого будет зависеть от того, на сколько лет брать ипотеку и среднемесячный платеж. Пока что я еще не могу себе этого позволить. Те квадраты, которые предлагают, а-ля там 46-42, и за них 8-9 миллионов. Ну, я считаю, это ненормально. Эксперты рынок жилья тем летом оценивают, как стабильные цены остановились на отметке в среднем по городу и по качеству жилья от эконом-класса до элитного на отметке в 100 тысяч рублей за метр квадратный. Очень много как раз таки сейчас тех, кто пытается успеть в последний момент еще воспользоваться выгодными условиями ипотечного кредитования для того, чтобы успеть приобрести квартиру. Будет ли снижение или повышение цен осенью и к Новому году, спрогнозировать достаточно сложно. Пока цены на жилье в Самаре, по оценке экспертов, замороженное, чтобы рынок недвижимости смог пройти этот сложный период. Продавцы ждут увеличения покупательской способности горожан. Правительство России планирует поднять зарплаты бюджетникам, предоставить финансовые льготы и субсидии определенным категориям населения. Строительные компании тоже не сидят сложа руки. Они предлагают потенциальным покупателям свои льготы. Например, компенсацию затрат ипотечных кредитов. На ближайшие год-полтора, то и два недвижимость у нас перешла в разряд, наверное, роскоши. Потому что позволить себе покупать объекты недвижимости теперь посовременно по существующим ценам большинство населения, наверное, уже не сможет. Даже с учетом ипотечных программ. Самарцы покупают в основном однокомнатные квартиры эконом-классом на городских окраинах, в новых микрорайонах. С парковками, детскими и спортплощадками во дворах, магазинами и социальной инфраструктурой в шаговой доступности. Элитное жилье располагается в основном в Октябрьском, Самарском и Ленинском районах. Здесь условия комфорта соответствуют и цене жилья за квадратный метр. В некоторых жилых комплексах она может достигать 300 тысяч рублей. Сергей Кизоркин, Петр Пламеев. События.